и объединение телевизионных компаний представляют и Ириш, ты не представляешь, как я Гаррика любила. Он был такой добрый, ласковый, а теперь его нет. Я не знаю, что он не делает. Ну, не убивалась, если ты так. Время лечит. Ну, возьми себя в руки. Гарри бы не одобрил, что ты так убиваешься. Мам, я таблетки не нашел. Мам, давай. Только каплю. Ириш, ну все. Ты же помнишь, как он не любил, когда ты плачешь. Ну, все будет хорошо. Давай, забудется. Ну, что теперь? Вот так. Вот умница. Молодец. Молодец. Все, не буду больше плакать, обещаю. Молодец. Не расстраивайся. Юля, ты ведь знаешь, что Гарик умер не своей смертью? Нет. Что ты имеешь в виду? Его убили. Отравили. Вы понимаете, я спать по ночам не могу. Мне Гарик постоянно снится. Я не знаю, что мне делать. Я вас понимаю и сочувствую, но нам все-таки нужна конкретная информация. Да, я вам сейчас покажу фотографию Гарика. Вот. Да, красивый пес был. А почему вы уверены, что в смерти вашей собаки виноват именно сосед? Потому что он уже не раз грозился Гарика отравить. А как зовут соседа? Фамилия, имя, отчество? А где живет? Панченко Владимир Евгеньевич, улица Железнодорожная, дом 5. А вы, значит, уверены, что собаку именно отравили? Ну, так сказал ветеринар, который пытался Гарика спасти. Послушайте, вы мне поможете найти и наказать убийцу? Это возможно? Но если получится доказать, что в смерти собаки виноват именно ваш сосед, то, в общем-то, возможно его привлечь к административной, ну, либо даже к уголовной ответственности. Но для этого сначала нужно получить официальное заключение ветеринара. Мы же сейчас можем подъехать в эту клинику? Ну, да, конечно. Тогда пойдем. А у вас частный дом? Да, знаете, Гарик жил в вольере, я его часто выпускала. Он вообще мирный был, он людей не трогал, он только воров отпугивал. Я его перед работой выпустила в тот день, и когда вернулась он уже. А все-таки, почему вы думаете, что это ваш сосед отравил собаку? Ведь пса-то он не любил, но до вчерашнего дня его угрозы были только словами. Да, но понимаете, в чем дело? У моего соседа есть сын маленький, ему 6 лет. Он жутко избалованный, и он постоянно задирал Гарик, он камнями в него бросал. И что, у вас пес бросился на него? Ну, три дня назад. Но он его не покусал, он его только припугнул. А Владимир устроил скандал и сказал, что отравит Гарика. И, видимо, отравил. Ну, а еще у Рогина, вы помимо соседа, у вас есть? Знаете, есть. Мой бывший муж Глеб. Он жуткий пьяница. Не знаю, может быть, вы им займетесь? Ну, если будет такая необходимость, то займемся. Пристегнем. Вот, пожалуйста, ваша справка. Подпись, печать, все как положено. Прошу. Значит, собаку отравили снотворным? Судя по симптомам, да. Большая доза снотворного. Скорее всего, вашему Гарику подмешали препарат прямо в еду. Ну, например, в котлет. А когда это могло произойти? Ну, хотя бы приблизительно. Думаю, вчера между 14 и 15 часами. Да, вы меня простите, у меня прием. Будут вопросы, обращайтесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Пожалуйста, проходите, следующее. Прошу. Ну и что, куда теперь? Ну, ищу вашего соседа. Я с вами. Нет, вы поедете домой, подождите там. А я к вам зайду потом. По заданию детектива Насонова, помощники пытались найти информацию на соседа Ирины Владимира Панченко. Попался. Нет, ты только посмотри. Ой. Так. Убей собаку и спаси ребенка. Да уж. Все, звони шефу давай. Собачников ненавижу. Взяли тоже моду. Животных защищать. А людей вы мне скажите, кто защищать будет, а? Ну да. Убей собаку, спаси ребенка. Ваш же лозунг, так? Да я вам русским языком говорю. Я этот пост написал только после того, как соседская собака на моего сына набросилась. А вы? Вы как бы реагировали на моем месте? Вы окротни с топором. Извините. Я же не док-хантер. Да, я не люблю собак. Но это не преступление. Я же их не убиваю, я не садист какой-нибудь. Тем более я понимаю, что виноваты-то не собаки, а их хозяева. Ну вот смотрите. Вы пообещали отравить собаку соседке, а на следующий день ее отравили снотворным. Есть заключение ветеринара. На это того что скажете? Ну, не могу сказать, что я сильно расстроен. Но я просто физически не мог этого сделать. Мне вообще вчера дома не было. А где же вы были, если не секрет? Да мы еще накануне уехали с женой и с ребенком. В Травнинск. На свадьбу к родственнице. Городишко такое знаете в соседней области? Ну да, слышал. Ну вот. Мы вернулись только сегодня утром. Я вам билеты, конечно, предъявить не могу. Они электронные. Но алиби мое легко проверить. Мы обязательно проверим. А теперь, если у вас вопросов больше нет, позвольте, я продолжу. Да, конечно. Счастливо. Коль, надо будет кое-что проверить по базе железнодорожных касс. И чем быстрее, тем лучше. А на чье имя должен быть оформлен билет? Ага, понял. Сейчас посмотрю. КОНЕЦ 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 Да. Коля, значит, все подтверждается? Ну все, отлично. КОНЕЦ Господи, а я услышала звонок телефона, голос. Вы как сюда попали вообще? Очень просто. Через окно. А раз уж я здесь, вы не угостите мне кофе? Да, конечно. К детективам обратилась Ирина Вербянская. Она считает, что сосед, Владимир Панченко, отравил ее любимого пса Гарика и просит найти доказательства, чтобы привлечь Докхантера к ответственности. У кофе из кофеварки совсем не тот вкус. Я предпочитаю варить в турке. Тем более, у меня есть свои рецепты. Я добавляю соль и кардамон. Ну и кое-что еще. Пахнет отлично. Рецептом потом поделитесь? Конечно. Я вас и тортиком сейчас угощу собственное приготовление. Красивый какой. Да, вот у вашего соседа железное алиби. Его вчера не было в городе. Это проверено. Поэтому Гарика вашего он не отравил. Вы что? А кто тогда? Ну, пока у меня есть только предположения. И мне кажется, что собаку могли отравить не из мести. А для того, чтобы она не мешала проникновению в дом. Ну, как это сделал я. Так. Тогда цель, как вы понимаете, либо кражи, либо вы. Я? Угу. Не хочу вас пугать, но дело отравлением собаки может и не закончиться. Ну, а что же теперь делать? Ну, главное не паниковать и хотя бы окна закрывать. Да, конечно. Я прямо сейчас все закрою. А в чем суть претензий вашего бывшего мужа? Ну, я вам уже говорила, Глеб пьет. Мы с ним уже давно вместе не живем, но официально в разводе только несколько недель. Имущество мы делили через суд, большая часть отошла мне. Вот как? А почему? Ну, во-первых, дом мне принадлежал еще до брака. А половину автомастерской я отсудила у него чисто из принципа. Он хороший мастер, только если бы не пил. А так зачем ему в австерской только дружков водить? Ну, а как он вообще повел себя после развода? Он меня просто достал. Он приезжал сюда пьяный, дебоширил, грозился, что дом сожжет. В общем, я как-то не выдержала и спустила на него Гарика. Подождите, подождите. А что, Гарик не воспринимал вашего бывшего мужа как хозяина? Я Гарика завела уже после того, как мы разошлись. Он Глеба не знал. А после этого случая Глеб сюда еще приходил к вам? Сюда нет. Но с тех пор он постоянно караулит меня у офиса. Я даже не знаю, что хуже. Постоянно. А сегодня вы пойдете на работу? Да, я только на полдня отпросилась. И вы знаете, мне уже пора. Давайте я вас подвезу. Давайте. По заданию детектива Насонова, Аня и Николай заняли наблюдательную позицию у офиса клиентки. Действительно, к окончанию рабочего дня там появился Глеб. Ира. Ира. Учти меня. Подожди, надо поговорить. Да не трогай ты меня. Ира. Я не буду с тобой разговаривать. Нет, ты меня выслушай. Уйди с моей дороги. Стой ты, ну. Да ты меня достал уже. Какого черта ты ко мне лезешь? Да ты чего? Совсем что ли обалдел? Что значит, чего совсем обалдел? Да ты достал меня уже. Да успокойтесь, успокойтесь, меня зовут Николай, я помощник частного детектива. Здрасте. Здрасте. Вот, обратите внимание, я ее пальцем не тронул, а она вон, в сумку бьет, понимаешь? Да ты достал меня уже, ты понял меня? Ты сама виновата. Я виновата? Посмотрите на него, а. Он же пьяный, вообще в стельку. Его в полицию сдать надо, в отрезвитель, в обезьянник, я не знаю куда. Да это тебя надо в дурдом сдать и смирительную рубашку надеть. Да, вон уже на людей бросаешься. Ирина, успокойтесь, подождите нас, пожалуйста, в машине. Мне нужно поговорить с вашим мужем наедине. И вообще, с какой стати, никуда я не пойду. Предпочитаете поговорить в отделении полиции? Хулиганство, да еще и в нетрезвом виде, ну как хотите. Ну вот, чуть что, сразу полиция. Ладно, куда идти-то? Пойдемте. Да чего вам от меня надо, а? Есть основания полагать, что именно вы отравили собаку, чтобы проникнуть в дом вашей жены. Только с какой целью? Чего? Вы о чем вообще? Какая собака? Этот волкодав, что ли? Да я к нему на километр подойти боялся. Он меня однажды чуть до лоскуты не порвал. Наслышан. И вообще, с чего вы взяли, что я ее преследую? Я ее люблю, понятно вам? Оно и видно. Что, мастерскую просить не можете, да? Да что вы вообще понимаете? Ну да, мастерскую жалко, конечно. Но дело-то не в этом. Я ее ревную, ясно вам? Не познавато ли? Развелись вы давно и не живете вместе. Ну не живем. А почему? Это она меня выгнала. А не я сам ушел. Она этого себе, понимаешь, хахаля московского нашла. Прямо-таки московского? Да, прям-таки московского. И уехать к нему собирается. А я... Я не хочу отпускать ее к москвичу, этому понтовому. А что вы взамен хотите предложить? Это? Что он там так долго вообще? О чем с этим алкашом разговаривать можно? Ну, например, о вашем московском женихе. Глеб разболтал, да? Да, действительно, у меня есть жених в Москве. Мы с ним в соцсетях познакомились. Он инженер. Работает в крупной строительной компании. В общем, состоявшийся человек. Когда вы уезжаете? Я пока не знаю. На днях билет брать буду. Я как раз деньги со счета сняла. Наличные? Ну зачем? Карта же удобнее. Вы балковский работник, должны знать. Ну да. Знаете, не доверяю я этим картам. Наличные вернее. И где вы храните свои наличные? Вообще денег много? Прилично. Дома храним, где же еще? А кто-нибудь еще мог знать о том, где вы храните деньги? Да нет, я же не полная дура. Может, только Юлька. А Юлька это кто? Юлька это моя соседка. Она у меня за этим забором живет. С одной стороны Володька Пайченко, с другой стороны Юля. Мы очень давно дружим. И все-таки, где вы были с 14 до 16 часов? С двух до четырех? А, ну это просто. В баре отважный суслик. Ну, зашел пообедать и завис с друзьями. Часиков это до восьми. Отважный суслик. Милое название. Да меня там каждая собака знает. Можете у кого угодно спросить. У кого? У собутыльников? Ну, если что, я знаю, где вас искать. И мой вам совет. Не преследуйте больше Ирину, если не хотите оказаться за решеткой. Скажите, а как ваша собака относилась к соседке? Ну, Юля кормила Гарика иногда, если я на работе задерживалась. Он ее знал. И Артема тоже. Артем это кто? Артем это ее сын. Он в этом году школу заканчивает. Вообще, знаете, Гарик без меня в дом никого никогда не пускал. Он очень умный был пес. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, фамилию этой Юлии. Краснова Юлия Валентиновна. Угу. Нам надо проверить, были ли у нее какие-то долги или кредиты. Подождите, вы что, Юльку подозреваете? Ну, мы обязаны проработать все версии. Ага. К детективам обратилась Ирина Вербянская. Она считает, что кто-то намеренно отравил ее пса Гарика. Детективы предполагают, что Гарик является не последней жертвой. На самом деле охота идет на саму Ирину. Ну что, у Юлии Краснова есть непогашенный кредит. Она вложила деньги в строительную пирамиду, а та лопнула. Послушайте, может быть, вы все-таки ошибаетесь насчет Юлии? Мы столько лет дружим, помогаем друг другу. А вот мы сейчас проверим, ошибаюсь я или нет. Вы ей позвоните, пожалуйста, и скажите, что вам срочно надо отъехать в командировку на 2-3 дня. И что потом? А потом пойдем к вашему дому и подождем. Я специально припарковался подальше, чтобы соседи не видели, что вы вернулись. Подождите, вы что, в моем доме камеру установили? И даже не одну. А меня предупредить? Ну, вы могли бы тогда кому-то об этом рассказать. Например, вашей близкой подруге Юле. Вы же ей доверяете, так? Ну или доверяли до сегодняшнего дня. Так, внимание, у нас гости. Какие гости? Ну, вот смотрите. Я глазам своим не верю. Подождите меня! Слой! Больно! Ты! Ворюга, убийца! Да я сейчас твоей матери позвоню, пусть придет посмотрит на своего сыночка! Да звони, звони кому хочешь, только ты все расскажи. Как ты кинула меня? Это ты во всем виновата, понятно? Ты сопляк, а? Так, все, тихо, тихо, тихо. А ну, пойдем с тобой прогуляемся. Вы пока пересчитайте деньги, все ли на месте. Вставай! В домушник малолетний. Тихо, стой. Может, как-то, ну что вы, как? Договоримся, чего? Что ты, люди же? Сиди. Вот, значит, как ты в дом-то попал, да? Откуда ключ сделал? Дубликат сделал. А оригинал у тебя откуда? Проблема, что ли? Ну, мы с мамой в гостях были три дня назад, а у Иры всегда ключи на полке валяются. Они там сплетничали, что-то. Я сгонял, дубликат сделал. Они даже не заметили, что я уходил. Понимаете? А что ты имел в виду, когда говорил, что Ира во всем виновата? Все деньги на месте. Тема, как ты мог, а? Тебе что, так деньги были нужны? Да плевать мне на твои деньги. Что ты мне, что мне деньги твои нужны, что ли? Мне вообще не нужны деньги, понимаете? Плевать, да? Да. Зачем тогда в мой дом залез? Собаку мою отравил? Собака тебе что сделала? Да не нужны мне деньги, правда. Я ей отомстить хотел просто. Отомстить? А за что? Ну, там. Ладно. Пойдем, выйдем с тобой поговорим. Ирина, я попрошу вас, и в доме пока останьтесь. Пошли, пошли, пошли. Ну, давай, рассказывай. Желательно всю правду. А если сможешь меня убедить, у тебя будет шанс остаться на свободе. Так за что ты там решил Ирине-то отомстить? Ну, я любил ее. Вот. И у нас с ней как бы было. Ну, в общем, все было, понимаете? Ну, понимаю, понимаю. Дальше все. А дальше ничего. Она поиграла со мной, как с игрушкой, выкинула. Жестоко. А дальше я послушал, как она с мамой разговаривала, то, что к хахалю московскому уедет. То есть ты решил отомстить, расстроить поездку в Москву. Понятно. Собаку-то не жалко было, не? Я не хотел собаку-то убивать. Гаррика этого. Ну, я ему котлету с мамином снотворным кинул. А он не спит. Ну, я еще две. В общем. То есть дозу не рассчитал. Понятно. А чего же сразу в дом не залез? Да мама раньше с работы вернулась. За продуктами пошли. А там и Ирочка прискакала, плачет. Гарик сдох, Гарик сдох. В общем. А теперь узнал, что Ира уезжает, и? Ну, да. Да. Я хочу сказать, что я не имею претензий. Отпустите его. Все деньги на месте, а Гаррика уже не вернешь. А этому дураку я жизнь портить не хочу. Ну, еще бы. Тема, где ты был? Я уже ужин приготовила. Почему у тебя телефон не отвечает? А, у меня звук выключен. Извини, мама. Юля, ты извини. Это я виновата. В смысле? Ну, понимаешь, у меня шкаф надо было подвинуть срочно. Вот, а он тяжелый, и я попросила. А ты вообще-то откуда взялась? Ты же в командировке. Да там такое дело, командировку отменили, а вот сотруднику срочно флешка понадобилась, она за шкаф упала. А шкаф тяжелый, вот я Тему попросила. Понятно. Пойдем домой. Давай, Ириш, пока. Созвонимся еще. До завтра. Осуждаете меня, да? Жалеете, что стали мне помогать? Да нет, почему. Что ж, я по лице норово, что ли? Собаку ваш только жалко. Пес-то ни в чем не виноват. До свидания. До свидания. Юлия так ничего и не узнала о связи подруги с ее сыном. Вскоре Ирина уехала к жениху. Артем влюбился в одноклассницу. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Редактор субтитров А.Семкин Натюша. Чего? Тут деньги были в шкатулке. Теперь их нет. А я тут при чем? Ну, пока меня не было. Может, ты кого-то приглашала? Может, это твои друзья так называемые взяли? Мам, мои друзья не воры. А я не говорю, что воры. Ну, этот вот с деревянным мечом точно из психушки сбежал. Что? Ладно, не обижайся. Не брали, так не брали. Погоди. А ты от меня ничего не скрываешь? Может, тебе на аборт нужно было? Мам, какой аборт? Ты вообще соображаешь, что ты несешь? Я-то соображаю. А ты соображаешь с парнями до часу ночи гулять? И потом, что за тон? Надя, вернись сейчас же! Я полгода на отпуск откладывала. Хотела с дочерью к морю съездить. В пятницу еще все сто тысяч были на месте. На выходные я ездила к подруге на дачу. Вчера приезжаю, денег нет. А почему вы к нам пришли, а не в полицию? Не могу я в полицию. Вдруг это кто-нибудь из друзей дочери взял? Совсем тогда с ней отношения испорчу. Моя Надюша совсем стала не ребенок, а верблюжья колючка какая-то. А, я так понимаю, что замок на входной двери повреждения не имеет? Нет. А у кого есть еще ключи от квартиры? Только у меня и у Нади. А что это за друзья Нади, которых вы подозреваете? Да, Сережка, сосед с верхнего этажа. Его родители конченые алкоголики. Еще один Стасик. Тот вообще ненормальный. Выродится вечно как чучело. Наверняка кто-нибудь из них и взял. А сама Надя? Надя взять не могла. Я ее одна воспитываю. Папаша наш пил. Я его выгнала. Он совсем спился и умер. А вы же дочери звонили, да? Отключила она мобильный. Она всегда так делает, когда на меня обижается. Сбежала и прячется. Наверное, у подруги. А подруге вы звонили? Да, но она сказала, что Наде у нее нет. Сейчас еще позвоню. Алло, Лиза? Лизонька. Это Надина мама. А Надя не появилась еще? Нет. Но ты помнишь, о чем я тебя просила? Как появится, дай мне сразу знать. Я тебя очень прошу. Надя могла просто попросить подругу не говорить, что она у нее. А у вас есть адрес подруги? Конечно. Она живет на другом конце города. Улица Вавилова. Детектив Насонов поехал навестить Лизу, Надину подругу. А помощница Аня поручил поговорить с соседями Самохваловых. Пора уж о семье подумать, работу искать, за ум браться. Эх, Михал, ну да брось ты, а. Пейте, братцы, пейте тут. На том свете не дадут. Давай лучше потанцуем, а. Опа, раз, два, три, раз, два, три. Ой, батюшки, закружил-то как. Давайте я вам помогу. Вот дурной какой. Ой, голова прям кругом пошла. А что это за весельчак такой? Да, Виталик Ломакин живет рядом. Парень-то он вообще-то хороший, песни сочиняет. Но вот любит погулять. И что, сильно гуляет? Не, врать не буду, не алкаш. Но выпивает. А что ты интересуешься-то? Понравился, что ли? Да нет. Я вообще-то по делу. Вы Надю Самохвалову знаете? Надю-то знаю. Господи, случилось чего еще? Дело в том, что девочка сбежала из дома. А, она как с матерью поссорится, так хлопает дверью. Характер. А вообще-то она девочка хорошая. Заработать старается. То он официанткой, то, ну, эти, как их, рекламы. Ну, на остановке крутится. А, скажите, о друзей Надинах вы знаете? Сережу, например. Сережа? Да тоже в нашем подъезде живет. Хороший парень. Даже несмотря на своих родителей. Ой, что мы с ними только не делали. Участкового пригласили, так он их на 15 суток посадил. А они все равно пьют и буянят. Так даже Сережка не выдержал их пьянства и к тетке в поселок переехал. И давно он приехал? Да уж месяц назад. О, я про Надю еще кое-что вспомнила. Видела я ее тут недавно. С одним таким взрослым мужчиной. Подозрительным. А чем он был подозрителен, этот мужчина? Орал он на Надю. А она слушала, как будто виноватая в чем. Конечно, это не мое дело. Но если она с женатым каким-нибудь связалась, все, пиши, пропала. Тем временем Николай старался как можно больше узнать о том, чем живет Надя. Алло, Алексей Викторович, я нашел в соцсети активную переписку Нади Самохваловой с неким Стасом Барановым. Видимо, это тот самый ненормальный Стасик, о котором и говорила клиентка. Так, и что там? Так, последний комментарий от Стаса пришел в четверг на прошлой неделе. Цитирую. Сходка, как и планировали, но кое-кто так и не внес свой вклад. Не тормози. Вот узнать бы, что это за сходка. Так, ну вообще-то я нашел на городском форуме упоминание какой-то молодежной сходки. А когда и где? Сегодня в полдень в парке. Ага, понял. Съезжу. А у вас что? Да пока ничего, Надя у подруги не появлялась. К указанному времени Николай отправился в городской парк. Добрый день. А можно вас на минутку? Э-э-э-э, погоди, 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 погоди. Все, 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 сдаюсь. Ты куда вбежал-то? Частного детектива никогда не видел? Детектив? Ну да. Тьфу ты, я корочку видел, подумал, судебный пристав. А у тебя что, проблема с законом, что ли? Да нет, у меня долги по квартплате, тетка из ЖКХ обещалась в суд подать. Понятно, проблема, но я не по этому поводу. Я вообще-то здесь с ребятами встречаюсь, я опаздываю. Слушай, я тебя много времени не займу. Ну хорошо. Пойдем. И давно ты этим увлекаешься? С детства. Я, бывает, так увлекаюсь, что забываю о реальности. Напрочь. Придется вспомнить. Слушай, когда ты в последний раз видел Надю Сумахвалову? В четверг. Я в пятницу на все выходные уехал за город. В Сверидово. Там раскопки крепости. Не слышали? Ну, в общем, у нас было большое сражение, большие игры. И Надя не поехала. А что-то случилось, что-то с Надей? Пока нет. А почему Надя передумала ехать? Не знаю. Может, у нее денег не было. Просто мы каждый раз скидываемся там на проезд, на еду, на то, на сё. А в этот раз она долго тормозила и в итоге совсем не поехала. А зря. Места там красивые. А у вас билетики не сохранились? Да. В электронном виде. На компьютере. Я могу скинуть. Можешь, да? Вот сюда можешь скинуть? Да, конечно. Скажи, а с кем Надя дружила? Может, у нее мужчины какие-нибудь взрослые были солидные друзья? Вера Самохвалова обратилась к детективам. У нее пропала крупная сумма денег. Вера подозревает в краже друзей своей 18-летней дочери Нади. В результате Надя обиделась на мать и ушла из дома, где она неизвестна. Ага, вот Стасик прислал билет. Получается, у него алиби. Хотя я в этом не сомневался. Понятно. Про Надю что-нибудь нашлось? Да, кое-что есть. Я не знаю, правда, имеет это отношение к делу или нет, но Надя ходит в спортклуб на секции самообороны. Ничего себе. А мама, похоже, об этом вообще ничего не знает. Вот смотрите, Алексей Викторович, здесь есть список участников соревнований. Так вот, для внушительности состава иногда добавляют всех членов секции в запасные. И что, там есть Надя на фамилию? Да, есть. А руководитель секции некий Олег Точкин. Ну что ж, посмотрим, что это за бойцовский клуб. Толик, сильнее. Сильнее корпусом работаем. Плечи включаем. Удар точнее. Ладно, на сегодня хватит. Иди поработай с железками. А вы простите. Я думаю, у вас только тренажерный зал, а у вас еще и рукопашка. Может быть, на ринг потренируемся? Да, любой каприз за ваши деньги. Вы в ринг проходите, а я схожу за перчатками. Ты негодяй! Ты зачем ей тортишь жизнь? Ты посмотри на себя! Ей же 18 лет! Ты старик для нее! Парень, ты кто? Кому 18 лет? Что ты несешь? Ты меня! О, ты все еще здесь? Ты что хочешь? Чтобы он из тебя отбивной сделал? Что за спектакль-то устроил? Да вы кто такой вообще, а? Я-то частный детектив. Сегодня встречался с моим помощником. А, понятно. Знаете, я как только про Надю узнал, я сразу подумал на этого Олега. Нет, вы скажите. Ну, разве это справедливо? Ты о человеке заботишься, ты к ней ходишь, ты ей книжки носишь, ты даже на форумных спорах на ее стороне. А она раз и выбирает себе друга постарше. Вот, значит, она с кем встречалась. Они еще и встречались. Я думал, они просто в спортзале. Так может, он ее и похитил? Ага, похитил, убил и съел. Знаешь, вот тебе сейчас обычная ревность говорит. Да какая ревность? Какая еще ревность? Все ведь сходится. Нет? Запал на нее. Подманил и похитил. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Давай-ка я сам все проверю, причем сделал это профессионально. А еще лучше, давай-ка я тебя домой отвезу. Пойдем, пойдем. Алло, Аня, задание для тебя есть? Угу. По заданию детектива Насонова Аня установила наблюдение за Олегом Точкиным. Тихо, 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 тихо-тихо. Тебе что надо? Следишь? Спокойно. Я помощница частного детектива. Меня Аня зовут. Я по делу. Скажите, а вы Надю Самохвалову давно знаете? Олег Точкин рассказал Ане, что Надя недавно пришла в спортзал, чтобы серьезно заниматься самообороной и стать выносливее. Но сразу же стала нарушать дисциплину. Например, субботнюю тренировку она пропустила, объяснив это тем, что встречалась с врачом друга и плела байки про какую-то клинику. Я, конечно, высказала и все, что о ней думаю, но, по-моему, она ничего не поняла. Понятно. Ну ладно, спасибо вам. До свидания. Всего хорошего. Алексей Витальевич, я нашел у Нади в друзьях медсестру. Вот. Ну, не факт, что это медсестра. Это может быть ветеринар или повар какой-нибудь. Да, еще интересно, о каком друге, докторе и клинике говорил Надя в разговоре с Олегом? Я вспомнил, Надя подписана новость одной частной клиники в соцсети. Что за клиника? А, так, сейчас посмотрим. Так. Не пойму, то ли меня глючит, то ли такой клиники попросту не существует. Ладно, попробуй найти по изображению. Кулинарный техникум? Быстро распечатай фотографию сайта и пулей в кулинарный техникум. Алло, Алексей Викторович, я поговорил с администрацией техникума и выяснило, что проживает она по адресу Рыбацкая, 22. Насонов немедленно прибыл по указанному адресу. Да, Виталь, да иду я, иду. Ну, что ты дергаешь мне каждые пять минут? Ну, вот я и здесь, а ты боялся. Прошло полгода. Деньги принесла? Ломакин! Сразу деньги? А порадоваться, что я пришла, нет? Викуля, таланту не только свежий воздух нужен. Ему иногда и кушать хочется. Ну, неужели тебе все мало? Нет такого понятия «мало». Есть понятие «достаточно». Вот сейчас недостаточно. Ну, ты прям как черная дыра, Ломакин. Вот ты как заговорила. А знаешь что? Давай-ка ввали отсюда, а? Давай-давай, ввали. Без тебя обойдусь. Виталь, ты чего? Я же просто пошутила. Ты думаешь, я надолго один останусь? Если ты не забыл, у меня дома королева рукопашного боя ждет. Виталик, ну ты чего? Разве такая женщина тебе нужна? Поэту муза нужна. Ладно, хорошо. Пойдем в кафешку, я тебя вдохновлю. Алло, Ань, срочно узнаем мне адрес Виталия Ломакина. Да, давай. Пожар! Открывайте скорее! Кто там? У вас в подъезде пожар и задымление на первом этаже. Открывайте дверь скорее. Я тут в гостях. Хозяина квартиры сейчас нет. Может подождете его? Ты что, не понимаешь? Там задохнешься, сейчас сгоришь. Открывай дверь скорее. Спокойно. Спокойно, я сейчас все объясню. Я ничего не понимаю. Что происходит? Вот, посмотри сюда, пожалуйста. Меня Алексей зовут. Я здесь по поручению твоей мамы. Смотри, если коротко дело обстоит так. Ты исчезла, никому ничего не сказала. Мама волнуется. Плюс к этому пропали деньги. Ты же к этому причастна, да? Ладно, пойдемте на кухню. Чего в коридоре стоит-то? Детективы расследуют исчезновение Нади Самохваловой и пропажу денег. Тренер Нади рассказал, что Надя упоминала о каком-то своем друге, нуждающемся в помощи и частной клинике. Детективы обнаружили поддельный сайт клиники с фотографией врача. Однако оказалось, что это выпускница кулинарного техникума Виктория Иванова. Хотите чаю? Да, с удовольствием. Понимаете, я деньги только на время взяла. Она как накинулась. Где деньги? Твои друзья все воры. Ну а зачем ты взяла? Деньги-то не маленькие. Моему Виталику срочно нужно было долги раздать. А он весь такой в небесах, совершенно к жизни не приспособлен. Его хотели на счетчик поставить, представляете? А он даже не понимал, чем это грозит. На самом деле совсем не приспособлен к жизни. А во-вторых? Присаживайтесь. Во-вторых, его нужно было лечить от алкоголизма. Очевидно же, что все мужские беды от этого. А ему все хуже становилось. Значит, ты дала ему деньги на лечение? Нет, ну я же не дура. Я сначала встретилась с врачом из частной клиники. Очень блатное место. К ним записываются на два года вперед. Скажи, ты вот с этим врачом встречался? Да. У них в клинике освободилось место. Деньги нужно было сразу внести. И мы с ней встретились у клиники. Я дала ей деньги прямо в руки. Ну она хотя бы в билом халате была. Я вас не понимаю. Но Виталик мне обещал все деньги отдать. Откуда же Виталик собирается взять сто тысяч? Он же в небесах летает. Ну он перестанет пить. У него появится время на творчество и работу. Кстати, он утром уже лег в клинику. А результаты там знаете какие? Надь, не хочу тебя сильно расстраивать, но ты стал жертвой обмана. Это мошенники. Какие мошенники? Твой возлюбленный Виталик сейчас вместе вот с этим доктором на соседней улице в кафе сидит. Этого не может быть. Я Виталика утром сама собирала сменное белье и все такое. Если ты мне не веришь, сейчас можем поехать вместе, и ты увидишь все своими глазами. Поехали. Люблю тебя. Нет, ты громко скажи, чтобы все слышали, как ты меня любишь. Отказа. Держи себя в руках. Нет, лучше музы у меня, чем Вика, королева счастья. Ну, а вторую строчку я пока не придумал. Ну, сейчас принесут еще по одной, будет вторая строчка, а потом еще одна. Сейчас я с ними разберусь. Не зря на курс самообороны ходила. Какие планы? На вечер. Ну, слава богу, нашлась. Мама, извини. Ключка ты моя непутевая. Ну, пойдем. Потом дома разберемся. Ну, что я, передаю вам с рук на руки. И будьте, пожалуйста, дома. Сейчас подъеду. Спасибо вам большое. Пойдем, пойдем. Молодые люди, можно привлечь ваше внимание? Чего? Ваше мошенничество раскрыто уголовным розыском. Какое еще мошенничество? Что за чушь? Это розыгрыш, что ли? Погоди, Виталь. Вы нас, наверное, с кем-то перепутали. Мы здесь просто отдыхаем. Ни с кем я вас не перепутал. Деньги, которые передала Надежда Самохвалова вам, Виктория Иванова, были мечтаны. Так что так. Найдены деньги? Какие найдены деньги? А у нас в отделе, ну, очень сильно не выполнен план по раскрытию преступлений. Вы даже не представляете, как обрадуется начальство. Ну, я тоже точно премию получу. Ну, а вам лет по десять светят ребята за мошенничество. А ты докажи сперва. Мало ли, что меченые, а кто видел, что она мне их отдавала? Ты видел? Нет. Ну и все тогда. Викуль, Викуль, подожди. Извините, а может быть, можно как-то по-другому решить этот вопрос? Ну, если мы вернем деньги? Ну, не знаю, не знаю. Правда, может, можно как-то замять дело. Мы ведь почти еще ничего не потратили. И не будем больше так. Деньги где? Деньги у меня дома. Я сбегаю. Я провожу. Что, получается, замяли? Это уж как потерпевшая решит. Ты тоже молодец, в облаках витаешь. Девчонка-то посерьезно в тебя влюбилась. Посадить бы тебя на самом деле. Никак не успокоиться. Что ты будешь делать? Вот, держите. Здесь почти все остальное вернусь в течение недели. Надя, я понимаю, что тяжело обманываться в человеке. Ну, в общем, то Виталик оказался под лицом. Почему ты мне ничего не рассказала об этом Виталии? Ну, неужели я бы тебя не поняла? Ты? Да я даже заикнуться тебе про него боялась. Ты же папу из дома выгнала, когда он пить начал. Он спился потом совсем. И умер. Так ты спасал Виталика от судьбы своего отца? Да. Надя вернулась в спортивную секцию. Вера Самохвалова все-таки написала заявление в полицию. Однако Виталию удалось убедить Вику взять всю вину на себя. Вернувши 변